МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире информационная программа День Республики в студии Чингис Тихонов и сегодня в выпуске. Калмыкия готовится к выборам. В единый день голосования в республике пройдет несколько избирательных кампаний. Рейды продолжаются. Соблюдает ли предписание Роспотребнадзора в общественных местах? Орлан одержал победу над лидером чемпионата. Тренер команды прокомментировал итоги игры. Глава Калмыкии провел совещание по проблемным объектам и долгостроям республики. Батухасиков поделился. Продолжаем плотно заниматься с правительством республики и региональной прокуратурой проблемными долгостроями Калмыкии. Вопрос непростой, поэтому держим его на постоянном контроле. В рамках совещания глава Калмыкии дал поручение подготовить подробную дорожную карту по каждому из объектов, а также учесть интересы пострадавших дольщиков. Батухасиков также поблагодарил прокурора республики Евгения Курмаева за конструктивное сотрудничество. Считает, что именно плодотворная совместная работа может быстро привести нас к цели, подчеркнул глава региона. Батухасиков встретился с делегацией из Индии и обсудил проекты для сотрудничества. Индия готова вести совместные проекты с Калмыкией, поделился руководителем республики. Он отметил, что в первую очередь рассмотрели инфраструктурные проекты, которые принесут пользу жителям республики, а также программы по водоснабжению, развитию туризма и борьбе с опустыниванием. Также глава республики добавил, дальше проанализируем точки сотрудничества в выбранных проектах и определим, как развивать наши совместные инициативы. Начало положено. 19 сентября, в единый день голосования, в Калмыкии состоятся несколько избирательных кампаний. Это выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 8-го созыва. На сегодняшний день документы о выдвижении в избирком представили шесть кандидатов, в том числе четыре самовыдвиженца и два представителя политических партий. Также 19 сентября пройдут повторные выборы по замещению свободных мандатов в нескольких представительных органах местного самоуправления. Как сообщает избирком республики, для организации видеонаблюдения за ходом в голосование планируется разместить камеры в 75 избирательных участках, а также в помещениях 14 территориальных комиссий. Видеорегистраторы для обеспечения круглосуточного наблюдения за местами хранения бюллетеней в дни голосования установят на 234 постоянных участках и одном временном. Также известно, что 22 участка будут оборудованы комплексами обработки избирательных бюллетеней по одному КАИБу в каждом районе и 9 в Элисте. С целью профилактики рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции, проводится работа по закупке средств индивидуальной защиты для членов избирательных комиссий и избирателей. Кроме того, в избиркоме работает горячая линия. Телефон указан на ваших экранах. Заместитель председателя правительства Калмыкии Ирина Шварцман провела совещание по обеспечению строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов культуры. Участники обсудили ход реализации национального проекта, в рамках которого проводится капитальный ремонт сельского дома культуры в поселке Багабырул и Кибрульского района, реконструкция сельского дома культуры в поселке Чкаловский Киченеровского района и детской школы искусств в поселке Троицкое Целиного района. Также в Элисте ремонтируют здание театра «Кукол». В ходе совещания было отмечено, что для подготовки проектно-сметной документации на реализацию проекта в 2022 и последующем годах главам РМО и СМО Республики важно проводить инструментальное обследование и обращать внимание на соблюдение качественного уровня документации. Продолжаем выпуск. И сейчас данные регионального Минздрава по коронавирусу. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 112 жителей Республики. Выздоровели 34 человека. В тяжелом состоянии 21 пациент, из них 12 на ИВЛ. Зарегистрирован один летальный исход. 593 человека госпитализированы в инфекционной больнице. Режим домашней изоляции соблюдает 2197. С приходом третьей волны пандемии в Калмыкии отмечается резкий скачок увеличения числа заболевших. К этому приводит несоблюдение санитарно-видеологических норм в общественных местах. Региональные ведомства усилили рейдовые мероприятия по соблюдению предписаний Роспотребнадзора. В этот раз вместе с проверкой по объектам отправилась и наша съемочная группа. Еще в самом начале пандемии специалисты регионального Роспотребнадзора и Минздрава Калмыкии призывали всех соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы. С приходом индийского штамма или как его называют штамм Дельта, в Калмыкии, как и по всей стране, отмечают резкое увеличение числа заболевших. По сообщению надзорных ведомств, главные критерии, по которым развлекательным заведениям разрешено работать во время пандемии, это социальная дистанция, разметки, масочный режим и наличие антисептических растворов. Проверка одного из столичных развлекательных центров не выявила серьезных нарушений. Однако межведомственная группа все же указала на отсутствие разметок, сломанный дозатор дезинфицирующего средства на входе и слабое соблюдение социальной дистанции. Разметок нету, масок не было такового просто. Мне кажется, и аквапарк должен предлагать, давать детям и родителям, предоставлять все условия для безопасности. Сотрудники парка заверяют, что на территории развлекательного комплекса соблюдаются все необходимые меры. Каски и амуниция протираются после каждого применения, а одноразовые шапочки утилизируются. Также большое внимание уделяется проведению профилактической дезинфекции в местах общего пользования. Средства у нас все есть, в наличии есть полностью везде стоят, там бесконтактные. Здесь единственное, но да, вот заходят люди, бывает сносят, вот опять поломали. Сейчас мы его заменим и все новое поставим, все будет нормально. Следующим объектом проверки стал не менее популярный среди населения городок передвижных аттракционов. Здесь нарушений практически нет. Единственное замечание представителя Роспотребнадзора – это постоянное ношение масок. Данное предписание соблюдается здесь не всегда. Остановить пандемию возможно лишь двумя способами. Это соблюдение санитарно-эпидемиологических норм и вакцинация. Врачи говорят, если прививка спасает от тяжелого течения болезни, то соблюдение социальной дистанции и ношение масок спасет нас от коронавирусной инфекции. Игорь Манджиев, Владимир Цуглинов, информационная программа «День республики». В ежедневном режиме в Элисте ведется дезобработка общественных пространств. Дезинфицируются парки, скверы и аллеи, культурные комплексы, общественный транспорт. В графике городского зеленого хозяйства – центральная аллея, аллея героев, сквер Пушкина, автобусные павильоны, тротуары и другие общественные территории столицы. Напомню, дезинфицирующий раствор производится на территории предприятия «Энергосервис». Получить его может каждый желающий бесплатно. Что касается общественного транспорта, начальник Элистагуртранс Николай Датгаев сообщил, что на сегодня на линиях столицы Калмыкии курсирует 25 единиц техники. Каждая машина перед выходом на маршрут проходит обработку дезинфицирующим средством. После рабочего дня все автобусы отправляются на мойку и очередную дезобработку. Также Датгаев отметил, что все водители перед началом рабочего дня проходят медобследование. Кроме того, по договору с городской поликлиникой сотрудники Элистагуртранс получают прививки от коронавируса. На сегодня вакцину получили более 50% персонала муниципального транспорта. Перед выездом на линии водители получают аналит, который мы набираем в «Энергосервисе» каждый день. И, соответственно, заполняем специальные бутыли, которые на каждой конечной остановке после одного круга они обрабатывают салон автобуса. Это все происходит регулярно, не прекращалось. Плановые операции возобновили в медучреждениях Калмыкии. С начала месяца врачи Республиканской больницы вновь стали оказывать плановую помощь. С начала пандемии они проводились только остро нуждающимся пациентам. Тогда врачи работали в авральном режиме. Было принято решение перепрофилировать несколько отделений для больных COVID-19. Сейчас работа медиков постепенно возвращается в привычное русло. По-прежнему в связи с нестабильной эпидемиологической обстановкой в медучреждениях действуют ограничительные меры для обеспечения безопасности пациентов и сотрудников больницы. Люди, конечно, в период коронавирусной инфекции очень долгое время ждали плановых операций. И как только узнали, что открылся план, все пришли сразу на прием к своему хирургу, участковому терапевту. Мы подошли к нашим замглавом врача по хирургической части Виктору Борисовичу Аргаеву, заведующему Евгению Николаевичу Пидерову, заведующему Ханинову Доржеву Владимировичу. И без проблем мы все операции полностью возобновили. Каждый день у нас идут до 10 операций. Завершено расследование уголовного дела по фактам хищения и мошенничества. В преступных деяниях обвиняется бывший директор архитектурно-планировочного бюро Элисты и индивидуальный предприниматель, сообщает в Следственном комитете Калмыкии. Установлено, что сумма ущерба составила более 11 миллионов рублей. Предварительным следствием установлено, что директор муниципального унитарного предприятия Архитектурно-планировочного бюро города Элисты в период с 2017 по 2018 годы действуя в рамках заключенных муниципальных контрактов и договоров с муниципальными учреждениями и акционерным обществом, используя свое служебное положение посредством заключения с коммерческими организациями фиктивных договоров субподрядов по изготовлению проектно-сметной документации, выполнению топографа геодезических работ, совершил хищение веренных ему денежных средств предприятия на сумму более 11 миллионов рублей. Прокуратура Целиного района добивается защиты жилищных прав сироты. По решению жилищно-бытовой комиссии администрации РМО местная жительница признана нуждающейся в жилом помещении и ее приняли на учет в список детей-сирот, однако гарантированное право так и не было реализовано. Прокуратурой Целиного района направлено в Листинский городской суд исковое заявление об обязании Министерства по строительству, транспорту и дорожному хозяйству республики предоставить сироте благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированных жилых помещений. Требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме. Решение суда в законную силу не вступило. К другим темам. В поселке Комсомольске Черноземельского района строят детскую игровую площадку. Сейчас на объекте ведутся стрелемонтные работы. На сегодняшний день там установлено мягкое покрытие, мусорные контейнеры и скамейки. Глава Комсомольского СМО Бадмай Борисов заверил, что строительство объекта завершится уже в августе этого года. В поселке Комсомольске в рамках программы «Комсоразистических территорий» у нас идет установка игровой детской площадки на микрорайоне по улице Некрасово, поселок Комсомольске, рядом с домом 59. На данный момент уже установлены детские игровые комплексы, резиновые покрытия, скамейки, урны. На данный момент идут работы по установке ограждений, покраски. И срок до 1 августа работы будут завершены. И еще один объект, который будет радовать комсомольчан, сейчас находится на этапе строительства. Путем всенародного голосования в сентябре прошлого года местные жители выбрали благоустройство рыночной площади. Работы начались весной, а уже в ноябре объект будет введен в эксплуатацию. На объекте установлены ограждения, светильники, на солнечных батареях выложена тротуарная плитка, идут работы по установке навесов и умных скамеек с функцией для зарядки сотовых телефонов и прочих гаджетов. Залит фундамент и обустроен подиум для рекламных конструкций. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Республике Калмыкия, заболеваемостью обусловленными коронавирусной инфекцией, региональный штаб с взаимопомощем и вместе активно продолжает свою работу. Идет набор волонтеров, а также автоволонтеров. Добровольцы штаба занимаются покупкой за счет заявителя и доставкой продуктов питания, хозяйственных средств и лекарственных препаратов. В целях соблюдения всех мер безопасности контактировать с заявителями волонтеры не могут. Более подробную информацию можно узнать на сайте мывместе2020.рф или по телефону региональной горячей линии. На госуслугах запущен новый социальный сервис для граждан с инвалидностью. Теперь в режиме онлайн можно подать заявление, чтобы получить, заменить или отремонтировать техническое средство реабилитации, а также компенсировать расходы за сурдоперевод или тифлосурдоперевод. И еще можно оставить заявку на возмещение затрат за проезд к месту нахождения организации, где происходит получение технического средства реабилитации. Новый вид сервиса запущен Минцифрой России совместно с Минтруда России и Фондом социального страхования. И в завершении о спорте. Урлан одержал победу над футбольным клубом «Ангушт» в рамках третьего дивизиона ЮФУ и СКФО Чемпионата России по футболу. На 77-й минуте встречи Эрни Мархенов открыл счет. Тем самым принес победу своему клубу. Сейчас после 9 игр Урлан занимает пятую строчку в турнирной таблице с активом 14 очков. По словам главного тренера «Желто-синих» Анатолия Михаличенко, наши ребята за три месяца набрали оптимальную форму. На самом деле две причины. Первая, то что мы, как я и говорил ранее, мы идем сейчас на слаженный период, трехмесячная работа идет. То есть мы выходим на свой пик. Вот потихоньку мы выходим. Вторая причина, то что да, мы сегодня поменяли тактическую схему, исходя из силы соперника, на самом деле был очень достойный сильный соперник, который идет на первом месте, шел, опять же. Вот, и мы сыграли, если вы заметили, в другую схему. Вот, соответственно, которая нам помогла сыграть очень надежно сзади и иметь редкий момент, который мы забили. Хотел отметить, эта победа нам очень важна, как сказал один из наших тренеров, для становления нашего коллектива, для духа нашего коллектива. Ребята молодые, сейчас поверят, надеюсь, что лидеров можем обыгрывать, оказывается, при хорошей работе. И надеюсь, в дальнейшем, в дальнейших играх у нас результат уже придет более стабильный. Следующая игра «Уралана» пройдет уже в эту субботу на стадионе «Юность» в Элисте. На сей раз противником «Шелтосенек» станет махачкалинский коллектив «Динамо» филиал Академии имени Леваяшина. Напомню, за событиями встречи можно будет следить в режиме онлайн. Прямую трансляцию проведет Рия Калмыкия. И еще в рамках федерального проекта «Доверяй, играя» состоялся товарищеский матч по мини-футболу между командами волонтеров и представителей органов исполнительной власти республики. Приветствуя участников турнира, министр спорта и молодежной политики Калмыкии Константин Батыров отметил, что данный проект, впервые реализованные в республике, даст старт серии игр по различным видам спорта. Характер мероприятия неформальный, ведь очень важно слышать и слушать друг друга в решении совместных вопросов. Команда «Харада» состояла из представителей различных волонтерских организаций Калмыкии, а их соперники, представители органов исполнительной власти региона, составили команду «Уралан». Товарищеский матч являлся завершающим мероприятием в рамках месячника молодежи, открывая возможности. Выпуски новостей и также другие передачи нашего телеканала смотрите в цифровом общении каналу ТЫР на 21-й кнопке в IPTV.ru и на официальном кауте в Instagram.ru. На этом у меня всего. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова